Дед Мороз Дед Мороз Новогоднюю елку для Крыма нашли неподалеку от водчины Деда Мороза в Великоустюгском лесничестве. Заготовкой ели занимался департамент лесного комплекса. Чтобы не повредить лесную красавицу, было задействовано более пяти единиц спецтехники – краны, трал, бульдозеры и погрузчики. Администрация города Симферополя обратилась в правительство Вологодской области о том, что попросили, чтобы им предоставили новогоднюю ель. Мы подбирали в течение месяца ель. Ее размеры, высота 20 метров, возраст где-то более 100 лет, диаметр по нижним ветвям где-то примерно 7 метров. Везет ценный подарок в Крым помощник Деда Мороза, водитель Николай. Каждый может пожелать ему счастливого пути, отправив смс, а также передать привет крымчанам. Сообщения будут опубликованы в социальных сетях с хэштегами «Устюг дарит сказку Крыму», «Коля едет», «Пожелаю удачи Николаю». Добрый путь, елочка! До свидания! В пути елочка будет 4 дня. За это время сказочный автопоезд преодолеет более 2500 километров. Большой груз с новогодним подарком для крымчан посетит 14 крупных городов страны, а к 20 декабря прибудет в Симферополь. Следить за путешествием новогодней красавицы можно с помощью интерактивной карты на сайте правительства области. Кстати, такая акция уже стала доброй традицией. В прошлом году новогоднюю елку крымчанам также доставили сводчины Деда Мороза, и она украсила главную площадь Симферополя.